Прошедшая неделя была, к сожалению, богата трагическими событиями в Башкортостане, но вместе с ними были и комические, и вот все это вместе создает какую-то картину трагикомедии, которая вот уже как два года накрыла нашу многострадальную республику с приходом ради Хабирова и его, с позволения сказать, бригады. В общем, будем по порядку разбираться и пойдем, естественно, от важного к неважному. Вопреки тому, что уфимские башкирские СМИ не считают пожар в приюте для стариков в Обзелиловском районе новостью номер один этой недели, я все-таки поставлю на первое место эту трагедию. 11 человек сгорели в пансионате для стариков в Обзелиловском районе в селе Ижбулдина, и эта трагическая история, наверное, известна всем в России, ну, по крайней мере, почти всем, на мой взгляд. Об этом говорили и писали все федеральные СМИ, об этом писали некоторые иностранные СМИ. Это действительно страшная трагедия, и самый главный ужас этой трагедии в том, что, судя по всему, ее можно было избежать, если бы некоторые должностные лица добросовестно исполнили свой долг. Давайте освежим хронологию случившегося. В ночь с 14 на 15 декабря в селе Ижбулдина, довольно далеко от Уфы, это почти 300 километров ближе к границе с Магнитогорском, загорелся деревянный дом размером 8 на 9 метров. Всего 72 квадратных метра было отведено на 14 пациентов, клиентов этого социального центра. Там содержалось 14 стариков. Пожар, который вспыхнул ночью, к сожалению, унес 11 жизней. Пятерым, включая двоих работников обслуживающего персонала, удалось спастись. Они вылезли в окно, местные жители, как могли, тушили пожар. Естественно, вызвали пожарную службу. Но к приезду пожарников уже, как говорится, там делать было практически нечего. И к утру было понятно, что это страшная трагедия. 11 трупов, 11 сгоревших стариков. Ночью уже все службы были подняты в ружье. Как мне сообщили в МЧС, сразу же ночью попытались связаться с вице-премьером, курирующим социальные вопросы, Ленарой Хакимовной Ивановой. Ленара Хакимовна на связь не вышла, не перезвонила, не ответила. Ей в отчаянии уже отправили текстовое сообщение о том, что вот случилась такая история. Обзелиловский район, Ижбулдина. Значит, погибшие пожар, старики и так далее. На что ответ поступил только утром. Причем ответ был лаконичный и состоял из одного слова. Ужас. Очень кратко, всего несколькими буквами отреагировала на это госпожа Иванова. И, впрочем, не сильно расстроившись, в тот же день отправилась на уже запланированные мероприятия, праздничные мероприятия, предновогодние мероприятия. Как говорится, отправилась в плясад под елочку. Под елочка она сфотографировалась с супругой главы республики. И, видимо, в этом была необходимость отправиться на это мероприятие, потому что мероприятие было посвящено медикам. С ним вполне бы справился господин Забилин или кто-нибудь из заместителей министра. Но Ленаре Хакимовне необходимо было непременно под елочкой сфотографироваться с коренной Хабировой, потому что, видимо, вот это считается самым важным сейчас в республике. Быть ближе к телу, быть ближе к семье руководителей этого региона. А что там и кто там сгорел в подведомственном учреждении, это уже вторично. Так что же там за приют такой сгорел в Ишбулдина и как там обстояли дела? Практически сразу стало понятно, что с этим приютом не все просто понятно и чисто. Госпожа Иванова начала отрицать вообще его существование, по крайней мере, в ее сознании. Она заявила, что они знать не знали про этот приют, про это социальное учреждение и, соответственно, никакой ответственности за это не несут. Однако, буквально через несколько часов стало понятно, что одним из соучредителей этого приюта является непосредственно сотрудник Государственного бюджетного учреждения Министерства труда и социальной защиты господин Фатахов. Рустам Милятович. Вот этот вот Фатахов, по сути, будучи сотрудником Ивановой, ГБУ принадлежит Минтруда, соответственно, вот. Да и кроме всего прочего, этот Фатахов еще и юрист, юрист-консульт этого ГБУ. То есть человек, который по определению должен быть глубоко погружен во все нормативные правила, акты, всевозможные ограничения для социальных учреждений. Трудился он в Государственном бюджетном учреждении Восточный межрайонный центр «Семья». Это такая организация при Минтруда, Министерстве госпожи Ивановой, которая вот в этом районе обеспечивает всевозможные социальные блага для населения. Помимо господина Фатахова, там еще двое учредителей, Мухаммедьярова и Махиянова. Собственно, Махиянова – это директор этого приюта предприятия, это автономно-некоммерческое учреждение, центр соц. обслуживания «Дом милосердия», вот так он назывался. И, собственно, вот эта Махиянова на данный момент арестованная и является главным ответственным должностным лицом по всей этой ситуации. Однако господин Фатахов незримо маячит все время где-то сзади. Что-то мне подсказывает, что именно сотрудник Министерства труда и социальной защиты и семьи, он и был таким движущим фактором во всей этой истории, а госпожа Махиянова и Мухаммедьярова, они обе были, по сути, обслуживающим персоналом. Но де-юра Махиянова – директор. Дом достался Махияновой в наследство. Некоторое время пустовал, а потом кому-то пришла гениальная идея сделать из этой деревянной избушки, надстроив там мансарду, немножко подлатав дыры, сделать из него вот этот приют. 14 человек на момент пожара, 14 стариков содержались в этом приюте. Как стало известно, все пенсии, которые они получали, изымались в пользу, значит, ну, собственно, приюта для их содержания. Неизвестно на данный момент, были ли какие-то еще источники финансирования этого учреждения, получало ли это учреждение какие-то субсидии от Министерства социальной защиты, а они по закону возможны, потому что это и есть тот самый, как говорится, социально ответственный бизнес, как много и кудряво об этом рассказывал раньше Иванова. И вот эти связи между Министерством труда, социальной защиты и семьи, и вот этим вот сгоревшим приютом, они больше всего нас интересуют. Напомню, Иванова стала заявлять, что она знать не знает про этот приют, ведать не ведает и отвечать не отвечает. А за своих сотрудников она тоже отвечать не намерена, потому что они вправе там заниматься чем угодно на свете. Но позвольте, немножко полистав интернет на несколько лет назад, мы видим, что вот этот приют как будто бы организован в начале 2019 года. Но мы видим упоминание об этом приюте и в 2018 году. Уже вопрос, да, как так? Еще не было регистрации, но приют уже работал. Кроме всего прочего, госпожа Иванова, как следует из печати, заключает соглашение о сотрудничестве по Обзелиловскому району между Минтруда и Министерством здравоохранения и Обзелиловским районом. Об этом пишут Обзелиловские газеты и так далее. Обзелиловская районная газета в захлеб рассказывает об этом замечательном социальном учреждении, о том, как там прекрасно все устроено, как дружной семьей живут несчастные старики. Плюс к этому рассказывается, как глава района Ильдар Нафиков в содружестве со своим родным братом Салаватом Нафиковым, который тогда был директором одного из санаториев, а теперь возглавляет туристическую сферу республики. Так вот эти два брата-акробата, значит, всячески помогают этому приюту, выделяют там им какие-то матрасы и прочее, прочее. В общем, в совокупности с рекламой в социальных сетях, я никак не допускаю, что госпожа Иванова и ее ведомство знать не знали и ведать не ведали про этот приют. Это просто невозможно, технически, физически и так далее. В начале января 2020 года противопожарная служба МЧС попыталась проникнуть на этот объект, попасть внутрь и провести инспекцию пожарной безопасности этого объекта. Их туда не пустили. По закону противопожарная служба МЧС не имеет права вторгаться на территорию частных объектов без разрешения владельцев. Правда, МЧСники поступили грамотно, что, собственно, впоследствии спасло их от преследования со стороны Следственного комитета. МЧСники пошли в прокуратуру района, Обделиловского района, и написали там, ну, что-то вроде заявления о том, что они предполагают о том, что есть какие-то нарушения на территории этого объекта, но не могут на него проникнуть, соответственно, допускают, что эти нарушения есть, и есть определенный риск для жизни людей. Очень грамотное, кстати, действие, которое, повторюсь, спасло репутацию и карьеру многих сотрудников МЧС по Обделиловскому району. Что же прокуратура? Прокуратура Обделиловского района, набрав в рот воды, почти год никак не реагировала на эту бумагу от МЧС. Вот вам и ответ. Ну, с кем парится районный прокурор обычно в бане? Ну, как правило, с главой района. Ну, так устроена власть в Республике Башкортостан, и не только в Республике Башкортостан. Кто может там обсуждать в распаренной и размеренной обстановке вот эти все вот вопросы, как там дела идут и куда, какие бумаги принесли? Ну, почему год бумага пролежала, и опасность реализовалась вот в эту трагедию? Теоретически, если бы власти района, прокуратура, администрация района, куда, кстати, писали жалобы местные жители, жители из Ижбудина, жаловались на этот приют. Если бы эти структуры среагировали, тогда бы все было нормально. Но есть еще один главный большой ответственный за все это, это Министерство труда и социальной защиты, госпожа Иванова. Дело в том, что я абсолютно субъективно уверен в том, что она не могла не знать о существовании этого приюта и десятков подобных приютов. Хотелось бы поинтересоваться, включен ли в ее триумфальный отчет за прошлый год или, может быть, уже и за этот год, вот этот приют? Ведь они обсчитывают все, что происходит в республике, все-все-все вот эти социальные объекты, всех их клиентов указывают численность и так далее, и так далее. Включен ли вот этот вот Дом Милосердия в ее отчеты? Ежегодные, ежеквартальные, ежемесячные и так далее. Ведь, напомню, бюджет ведомства госпожи Ивановой гигантский, 47 миллиардов рублей распределяется через ее ведомство. Это всякие субсидии, выплаты, социальные пособия там и так далее, и так далее, и так далее. В том числе на поддержку вот этих вот социально ориентированных бизнесов, ну, которыми как бы является вот этот вот приют. Не могу я допустить того, что госпожа Иванова пропустила мимо этот приют. А если пропустила, тогда вообще чем она занималась все эти годы? Как это могло произойти? Понимаете, вот эта отмазка о том, что мы не знали о них, потому что этот приют добровольно не включил сам себя в реестр организации, оказывающих вот эти услуги, эта отмазка вообще не прокатывает. Это все равно, что если бы МВД говорила, а что вот преступники там убивают граждан на улицах, ну, они же свои пистолеты не зарегистрировали должным образом, что мы за них отвечать будем? Это контрольная функция государственного органа власти. На мой взгляд, эта контрольная функция не осуществлялась. И госпожа Иванова, которая вот уже как бы собралась уходить с этой должности где-то в январе-феврале с почетом и с орденом, пожалуй, что теперь должна отправиться куда-нибудь под следствие. Не было ли там халатности, а возможно была и коррупционная составляющая? Я бы на месте Следственного комитета сейчас вполне себе допускал это все. Все эти версии нужно расследовать. Слишком уж белыми нитками это шито. Слишком уж торчат уши вот этого Министерства труда и социальной защиты из каждой щели. И сотрудники этого Министерства, по крайней мере ГБУ этого Министерства, значит, там вдоль и в теме, учредители. И глава района себя как-то странно ведет, и братишка его тоже, значит, там на подхвате. И прокурор какой-то странный в этом районе, который не реагирует на такие тревожные замечания. Ну и так далее, и так далее. Все это очень сильно похоже на некую систему, которая, возможно, функционирует не только в Абзелиловском районе. И вот это запоздалое распоряжение проверить все-все-все вот эти вот, значит, социальные объекты. А как вы их проверите, Ленара Хакимовна? Они же у вас не в реестре. Вы и раньше-то про них знать не знали. Как вы их теперь найдете? Или найдете? А если найдете, значит, знали и про этот. В общем, нет. Ленаре Хакимовне нельзя уходить с почетом и орденом в январе-феврале. Ей нужно уходить с позором, а возможно, что и с уголовной ответственностью. Тут, как говорится, следствие покажет. Безусловно, эта трагедия в Абзелиловском районе встряхнула всю республику. Надо отметить, что достаточно оперативно отреагировала Хабиров. Правда, почему-то не полетев на вертолете туда, а поехав на машине, но говорят, что вертолет как-то всерьез сломался. Очень большой неприятностью для Хабирова явилось то, что трагедия Вышбулдина произошла буквально накануне большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Именно поэтому, как я полагаю, в республике не был объявлен траур, что на самом деле безобразие и какое-то стыдное совершенно явление. Вообще-то положено в таких случаях объявлять траур. На день, на два, на три это, как говорится, решать властям, но здесь получилось нехорошо. И жители требовали этого, и как-то вообще прилично было бы так сделать, но не случилось. Пока госпожа Иванова изобретала и перебирала себе отмазки, Хабиров приехал в Вышбулдина, возглавил там штаб по расследованию, хотя, конечно, до юра он там не мог этого сделать, но, по крайней мере, организовывал какие-то процессы. Очень боялся, конечно же, Хабиров того, что через день в своей пресс-конференции Путин заговорит об этой трагедии, но не случилось, пронесло. Об этом говорили все СМИ буквально до 17-го числа, потом Путин повестку сменил чуть-чуть, и он не упомянул. То ли не дошло до президента еще вот это все известие, то ли он решил и так сложную, и такую непростую обстановку не обострять трагедии. В общем, не упомянул он об этом, вопросов не задавали. И вообще Башкирию, в общем-то, устранили из этой пресс-конференции. Единственное, что Путин упомянул о Хабировой, как о молодом перспективном руководителе, видимо, перепутав его с кем-то другим из другой области или другой республики. Ну да ладно. Тем не менее, смрад сгоревших тел из Ишбулдина так и оставался в атмосфере республики, и надо было с этим что-то делать. И через три дня пустили дымовую завесу. Вот этот смрад сгоревших тел решили заменить вонью того, что нам явил господин Мурзагулов. Я имею в виду вот этот вот клип. И я расцениваю появление вот этого скандального клипа исключительно как попытку отвести внимание общественности и всей республики от истории с погибшими стариками. Иначе это объяснить нельзя. Ну, многие наивные почему-то полагают, что это какая-то смелая выходка самого Мурзагулова. Но, зная немного этого человека, я понимаю о том, что, конечно же, он и шага не ступит без согласия с Хабировым. Однако, тут, конечно, надо отдать должное мужеству Радио Фаритовича в том смысле, что он в отчаянии пошел на этот шаг, понимая, что история с этими погибшими стариками, она еще долго может оставаться в повестке и будут требовать разбирательства и ответственности. И Хабиров решается вот на такой шаг, подвергнув риску, огромному риску собственную репутацию. Собственно, конечно же, Мурзагулов не упустил момента показать всем, насколько всерьез держит за причинное место своего шефа и делает с ним, что хочет. Это, конечно, за гранью разумного содержания этого клипа. При том, что сам Мурзагулов неизбежно уходит на задний план республиканской политики, его отовсюду устраняют и он уходит в этот отстойник общественной палаты. Я, кстати говоря, очень благодарен Радио Фаридовичу и без всякой иронии считаю, что это первое серьезное мудрое кадровое решение. Это устранение Мурзагулов вот в эту вот, значит, синей куру. Пускай они там сидят с Шамилем, пилят, делят этот несчастный бюджет. Вот общественные палаты со всеми вот этими девушками в серебряных платьях там и прочее, прочее. Так вот, возвращаясь к клипу, это, конечно, отчаянная попытка отвести внимание от важного и заболтать, затеять вот эту вот неприличную грязную развлекаловку для населения. Не знаю, как долго будет использоваться эта технология, не знаю, как долго мы будем отвлекаться вот на такие вещи, но в этот раз худо-бедно сработало, конечно же, это все будет длиться день-два, потом об этом забудут. И наши послушные республиканские СМИ, конечно, тут в инисон сыграли главным событием недели для многих из них явилась постройка забора в Черниковке. Напомню, вот эта история с коммерсантом, с ЮТВ, который вот примерно так трактует главную новостную повестку недели. Это, конечно, очень печально и, на самом деле, очень-очень настораживает. Не упускаю моменты поблагодарить наших верных подписчиков и зрителей за лайки, за комментарии, за финансовую помощь каналу. Все это очень важно для нас, а в конечном итоге важно и для вас, потому что тут некое встречное движение происходит. Чем больше лайков вы ставите, тем лучше котируется наш канал на Ютьюбе, тем больше вас увидит нас. Так что не останавливайтесь, продолжайте, лайкайте, комментируйте, расшаривайте в соцсетях, ну и помогайте материально нашему каналу. Это всегда нам приятно, нужно и полезно. Уфа, похоже, начинает обретать нового мэра. По крайней мере, на этой неделе был назначен временно исполняющий обязанности мэра Уфы. И им стал именно тот самый Сергей Николаевич Греков, о котором я не уставал говорить в предыдущих передачах. Как обычно, мои предсказания и прогнозы сбываются, Сергей Николаевич стал временно исполняющим обязанности мэра города Уфы. Произошло это почти незаметно для широкой публики. Собрали, наконец-то, заседание депутатов городского совета. Из 36 депутатов присутствовало 27. Заседание было скомканным. Хабиров не явился на это важнейшее мероприятие, сославшись на то, что у него там чего-то сломался вертолет. Этот вертолет становится, похоже, очень удобной причиной для отсутствия на всевозможных важных, но рискованных мероприятиях. Вместо Хабирова был Сидякин, тем самым понижая существенным образом статус мероприятия и давая понять, что город Уфа – это не самое главное, что сейчас есть на повестке дня. Сидякин пытался там вторгаться в процедуру назначения временно исполняющего обязанности. Горсовет вяло сопротивлялся. Впрочем, все 27 присутствующих проголосовали в итоге за Грекова. Греков попытался произнести первую речь с трибуны Горсовета. Получилось, прямо скажем, не очень. Помощи от ныне работающего пресс-секретаря мэрии Байдавлетова Сергей Николаевич тоже не получил. В общем, получилось как-то все бледненько. Про какие-то театры почему-то говорили. В общем, конечно, нехорошо. Очень много вопросов, конечно, вокруг фигуры и назначения Грекова на этот пост. Многие тут попытались анализировать процедуру. Как же так? Человек не из числа служащих вдруг становится на эту должность. Но, я вас уверяю, политест был соблюден. Все процедуры были соблюдены. Минуты три, а может быть даже и четыре Сергей Николаевич Греков пребывал в должности первого заместителя мэра Уфы и потом сразу же стал временно исполняющим обязанности мэра. Важнее другое. Важнее то, насколько фигура Грекова позитивная и пригодна вообще для Уфы. Уфа город многострадальный. Много всевозможных странных команд его уродовало и раздирало на части. Мы все еще помним господина Филиппова. Мы все еще знаем, что у нас есть в Уфе господин Носков. И он, собственно, действующий депутат горсовета. Много у нас проблем. И вот решать эти проблемы призван некий абсолютно не уфинский бизнесмен, господин Греков. Хотя поговаривают о том, что у Сергея Николаевича много бизнеса в Уфе. И он неплохо осведомлен о том, что здесь происходит. Есть много моментов, которые смущают и вызывают вопросы. Первое – это полное, абсолютное, нулевое наличие или отсутствие опыта работы в муниципальной сфере. Несмотря на то, что Сергей Николаевич Греков – опытный бизнесмен с хорошими результатами, судя по тем предприятиям и фирмам, и бизнесам, которые у него есть, у него все неплохо получалось в бизнесе. Так вот, несмотря на это, этого недостаточно, чтобы руководить многообразным, сложным и во многом социальным хозяйством миллионного города. Тут нужно два момента. Либо абсолютный гений этого кандидата, либо хорошая команда. Третьего не дано. Опираться на ту команду мэрии, которая существует сейчас, по меньшей мере глупо. Ну, я уж не говорю про там пресс-секретаря Байдовлетова, это всего лишь обслуга, и тут, как говорится, простой заменой можно обойтись. Но там есть всякие Носковы, Сулеймановы, значит, и прочие персонажи, которые все раздирают этот город своими интересами, своими претензиями, конфликтами и так далее. Напомню, что депутатский корпус Уфы фактически является некой ассоциацией строителей. Все они имеют свои интересы, а теперь еще имеют и огромные проблемы. Все вот эти садовые кольца и прочие кошкины лесы, все это сплетается сверху на все. Это, значит, нахлобучен главный архитектор Байден со своими странностями и тоже бизнес-интересами. В общем, конечно, все непросто. Как сможет разобраться в этом господин Греков, как быстро он сможет разобраться, как много ошибок он сделает на первом этапе и к чему мы придем в ближайшие полгода, для меня большой вопрос. Я, как коренной эфимец, очень обеспокоен судьбой этого города, потому что и так уже плохо все в городе, и так от него уже осталось почти ничего. И вот мы снова проводим какой-то новый, такой смелый и, на мой взгляд, очень рискованный эксперимент. Если честно, я бы пожелал успехов господину Грекову, потому что я желаю успехов этому городу. Но я очень волнуюсь, что у него получится. Ну и еще немного про город, коммунальную сферу. В ночь с 18 на 19 произошла крупная утечка воды в городе Уфе, и очень много зданий и сооружений остались без водоснабжения. Такая серьезная и крупная авария, первое испытание новому мэру Уфы. Мне вопрос. В связи с этим, господин Беляев будет нам снимать клип, чтобы отвлечь внимание от серьезной аварии? И вообще, будет ли наше правительство и в дальнейшем практиковаться в этих отвлекающих маневрах, выпускать нам по каждому поводу и без повода какой-нибудь рэп-рок клип? Будут ли мелькать в кадрах попки, бабки и блэк-джек, я не знаю. Будут ли они отчаянно рекламировать местного производителя таких вот, прямо скажем, подозрительных алкогольных напитков и прочее, прочее. Не хотелось бы видеть господина Беляева в следующем выпуске музыкальной панорамы от правительства республики Башкортостан. музыкальной панорамы от правительства республики Башкортостан. Продолжение следует...